Добрый день, дорогие телезрители! Это программа КЧР Онлайн, в студии ведущая Анна Лохвицкая. Алексей Ковтун, здравствуйте! Ну что ж, по традиции мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсуждать интересные явления и события, которые связываем и с Карачаевой Черкесией, но сегодня тема будет гораздо шире, она будет касаться всех и каждого. Будет интересно, надеемся, что разговор будет очень информативным и жарким. Для того, чтобы и у вас, дорогие наши телезрители, была возможность задать интересующий вопрос, мы организовали прямую телефонную линию. Ее номер 8 800 775 03 24. Звонок бесплатный с любых телефонов и из любых регионов страны. В следующий час мы в прямом эфире, звоните. А в начале нашего выпуска краткий дайджест главных новостей к этому часу. Изменения в программе материнского капитала, о которых накануне в ходе своего послания Федеральному собранию заявил президент страны Владимир Путин, позволят Карачаевой Черкесии укрепить свои лидирующие позиции среди регионов России по уровню рождаемости. В этом убежден глава региона Рашид Темрезов. Он напомнил, что по итогам 2019 года в Карачаево-Черкесии на свет появились 5134 малыша. Причем растет число многодетных семей. В дополнение к федеральным, в республике активно реализуются и региональные меры поддержки семей с детьми. Это не только льготы, но и различные выплаты. В любом случае. В этом убеждении в своем послании глава государства поручил с 1 июля запустить программу модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках программы предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. Три сотни социально значимых объектов Карачаева-Черкесской республики обеспечат доступом в интернет. Задачу обеспечить повсеместный доступ населения. К интернету накануне озвучил президент страны в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию. Напомним, наш регион принимает активное участие в реализации мероприятий федеральной программы «Цифровая экономика», в рамках которой было принято решение о создании цифровой инфраструктуры для доступа к высокоскоростному интернету, социально значимых объектов, организаций и граждан. Только в минувшем 2019 году к интернету было подключено 80 социально значимых объектов республики, среди которых фельдшерско-акушерские пункты, школы, администрации сельских поселений и пожарная часть. До конца 2021 года к интернету будут подключены еще 224 социально значимых объекта республики. В Черкесске в ночь с 18 на 19 января православные верующие примут участие в масштабных празднествах, приуроченных к празднованию Крещения Господня. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в 20.00.18 января от амфитеатра до набережной пройдет крестный ход. Архиепископ Пятигорский и черкесский феофилакт совершит великое освещение вод Кубани. Далее для желающих окунуться в водоем будут оборудованы специальные пункты для переодевания, обогрева. Можно будет выпить горячего чая и посмотреть концерт. Власти Черкеска организуют бесплатный подвоз желающих принять участие в купаниях по двум городским маршрутам – от остановок «Колхозный рынок» и «Парковая» до «Фока-юбилейной». На время крещенских купаний будет организовано дежурство медиков, спасателей и полиции. Туристический портал «Турстат» представил рейтинг лучших курортов страны для отдыха и катания на лыжах и сноуборде во время празднования Всемирного дня снега. Он отмечается 19 января. В первой десятке самых популярных у туристов мест отдыха на этот период оказались курорт «Роза Хутор» и курорт «Красная Поляна» в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском крае, курорт «Горный воздух» в Южно-Сахалинске и Домбай в Карачаево-Черкесии. Продолжение следует... Интернет, конечно, может сделать нашу жизнь проще, удобнее, мы можем больше успевать, какие-то электронные услуги, мгновенный доступ к нужной информации. Но за всеми этими возможностями в благих целях, если их можно использовать взрослые без проблем, то вот у детей гораздо больше возможностей, не критично глядя на то, что им этот интернет... Даже не то, что они... На самом деле тут надо, дорогие телезрители, сразу понять. Мы-то заходим в интернет, мы думаем, что это мы в интернете ищем. Это большая ошибка. На самом деле это специально обученные люди, специально обученные программы смотрят из интернета на нас и нам что-то предлагают. И не только нам, но и нашим детям. А нашим детям фильтровать поступающий оттуда контент, относиться к нему критически и отказываться от чего-то, это задача, безусловно, очень сложная. Об этом мы и поговорим. Ну что ж, лаборатория Касперского, интересная такая известная крупная глобальная корпорация, провела исследование, спросила родителей, волнуетесь ли вы на предмет того, что вашим детям в интернете может попасться какая-то негативная информация. 95% опрошенных во всем мире ответили, что да, волнуемся. Еще один вопрос был задан родителям. Делаете ли вы что-нибудь для того, чтобы обезопасить ваших детей от вредных моментов в интернет? И только 5% родителей ответили, что да, мы что-то предпринимаем. Тем временем 58% опрошенных детей честно ответили, что в тайне от родителей, во время, когда их нет рядом, они интересуются запрещенным контентом, тем, что родители все-таки не одобрили бы. Ну, даже не одобрили бы федеральные власти. Мы же знаем, что часть сайтов у нас в сети закрыта, но активно пользуемся всякими анонимайзерами, эффективной страницей и так далее, и так далее. Не только взрослые, опять же, и дети этим пользуются. То, что они оттуда получают, может быть, все, что угодно. И реакция на это может быть тоже абсолютно разная. Расстройство сна, расстройство общения, то есть социальной коммуникации. Зависимость от игр, от видео, от общения в социальных сетях. Игромания, троллинг в социальных сетях, опять же, смертельные селфи. Мы все прекрасно знаем, это в новостях регулярно появляется. Уход в виртуальную реальность, агрессия, суициды. Тот же синий китник ночью будет помянут. Это лишь небольшой список всех тех неприятностей, о которых мы не задумываемся, покупая ребенку очередной гаджет или давая ему доступ к нашему компьютеру. То есть предоставляя ему полную свободу общаться с киберпространством. Ну что ж, тема нашей сегодняшней программы. Как рассказать ребенку, что можно, а что нельзя делать в интернете. Как обезопасить себя от нежелательного контента. Ну и как родителю правильно донести вот эту нужную необходимую информацию. Сегодня мы пригласили в нашу эфирную студию специалистов, которые связаны с решением проблем родительско-детских непосредственно каждый день. Это специалисты Республиканского реабилитационного центра «Надежда». Это Фатима Юрьевна Хубиева, педагог-психолог отделения социальной диагностики и реабилитации. Здравствуйте. Я Хременко Олеся Анатольевна, заведующая отделением экстренной психолого-педагогической помощи по телефону доверия. Здравствуйте. Здравствуйте. И знаете, мне сейчас пришел в голову вопрос. Я хотел бы сразу перед тем, как мы перейдем к конкретике, его задать. Раньше мы примерно знали, кто нас воспитывает. Семья, школа, книги. А вы согласны с тем, что теперь нас и детей, и взрослых воспитывает интернет в том числе? И чем дальше, тем сильнее он нас формирует. И новости, и сети, вот все вместе. С этим трудно не согласиться, потому что… Он наследит. Да, он везде. Да. Он везде и всюду практически. И для взрослых, и для детей. Но так как интернет не управляется, весь интернет чьей-то единой волей, то есть получается нас хаотически формирует? Случайным образом? В целом? Или как? Случайности тут можно говорить или нельзя говорить. Вы понимаете, что это не совсем случайно. Даже если взять взрослых, да, людей, которые сейчас в данный момент зависимы не меньше, чем дети, от интернета, мы все ищем в интернете, мы все находим в интернете. Мы даже лечение для детей находим в интернете. То есть идем к врачам, а ищем способы в интернете. Чаще всего, да. Знакомства, рецепты, советы. Да. То есть и дружим в интернете, и общаемся, и покупки делаем. То есть все меньше мы общаемся друг с другом, все больше мы выходим в интернет, вот в это киберпространство для того, чтобы жить по факту. Поэтому удивляться тому, что дети все больше и больше увлекаются именно этой сетью, играми, общением в интернете, удивляться не стоит. — Алиса Анатольевна, скажите, пожалуйста, вот вы специалист, который ответственен за работу детского телефона доверия в нашей республике. Что это за телефон, мы еще поговорим более подробно для тех, кто не знает. Но я думаю, что и дети, и взрослые так или иначе владеют некой информацией. — Скажите, пожалуйста, вот анализируя работу детского телефона доверия, можно сказать, что растет число обращений по поводу вот этих киберзависимости и вот этих негативных влияний интернета на детей и на родителей в том числе? Есть ли рост? — Вы знаете, как раз-таки Вы помянули «Синих китов», и когда тема всплыла «Угроза жизни детям», тогда-то и был всплеск интереса и у родителей, и у учителей. — Но «Синих кит» — это то, что мы знаем, это верхушечка. — Да, это верхушка айсберга, да, и айсберг так был утонувший, довольно-таки мощный. И, слава Богу, что в нашей республике коснулся по минимуму. Возможно, это очень быстрые такие реактивные действия властей. Вот, и уполномоченные... — Притушили его. — Да, да. Уполномоченные по защите прав ребенка на тот момент, Базалиева Лариса Хасанбиевна управляла этим процессом очень эффективно и быстро. И вот тогда у родителей очень возрос интерес, а что же это такое, а что с ним делать. И поступали звонки в большом количестве, интересовались, а как определить, а какие симптомы, а какие признаки, а к кому обратиться. — Но это кавиатрух, вы пошли по федеральным камням. — Да, это когда шла угроза жизни. — Прямая. — Да. Говорить о зависимости, в принципе, на данный момент я не могу отметить вот такого интереса, заинтересованности у взрослых людей. Я не могу сказать, что до конца оценивается угроза. — То есть по факту обращений не так много, но тем не менее угроз и вот этих негативное влияние, оно все-таки есть. Может быть, не так ярко оно видимо сейчас? — Да, взрослые люди недооценивают. Они смотрят на это поверхностно, и они считают, что наказать ребенка, забрать телефон, и этим можно решить проблему. Нет, это не так. Проблема лежит намного глубже. И зависимость — это всегда зависимость. То ли это алкоголизм, то ли это наркомания, то ли это игромания, это зависимость. Отличается только наличие химического агента. Но зависимость-то идет от эмоций, то, что дарит это действие. — Формируется процесс в мозгу. — То есть и игромания, и интернет-зависимость, они уже официально приравниваются к таким зависимостям. — Вы знаете, если международная квалификация МКБ-10, вот в ней включено как психическое заболевание, игромания, зависимость у взрослых, то вот сейчас, 1 января 2022 года, вступает новая МКБ-11, и я думаю, что там уже включат игроманию как психическое заболевание у детей и подростков. — Это международная квалификация, классификация болезни МКБ. — Ну пока действует МКБ-10, а только с 2022 года вступит в действие уже МКБ-11, где, я думаю, психические расстройства у детей и подростков включат. — В том числе и вот то, что связано с гаджетами, с интернетом и киберпространством. Скажите, вот наверняка много Вы общаетесь с детьми, с детьми разными, благополучными, и не всегда благополучные семьи бывают и так далее. Скажите, возраст, средний возраст детей, у которых можно выявить уже некие симптомы привыкания, скажем так, отклонения не хочется все-таки говорить. Возраст средней зависимости вот это снижается? — Вы говорите о глубокой зависимости уже или снижается с возрастом левого? — Да, размывается ли он, движется, динамика есть в возрасте? — Ну вот смотрите, если он где-то в 11 лет, да, у детей начинается, да, там активно, более активно, то к 12-14 лет это пик, просто пик. — 12-14 лет – самый опасный период. — Ну, получается так, потому что оно усиливается еще больше. — Накладывается на контактный период, гормоны, все в комплексе. — Мы можем еще говорить о том, что вот мы сейчас говорили о том, почему родители не всегда замечают, что происходит. Мы можем сказать о аналоговых родителях и цифровых детях, потому что родители… — Аналоговые родители? — Да, это я так в кавычках. — Они не всегда понимают, что там происходит, цифровые дети. — Да, ну вот мы недавно отключали телевидение, да, аналоговое. Вот то же самое происходит сейчас и с большинством родителей, да. Достаточно цифровые дети, которые разбираются в этом очень хорошо, они владеют этим очень хорошо. А родители немного отстали, даже не немного, они отстали от этого прогресса. Поэтому говорить о опасности для своего ребенка можно, если ты знаешь об этой опасности, если ты реально понимаешь о ней. — Ну вот если вернуться на несколько дней назад, Новый год был, да, родители все, мы думали, что же Дед Мороз принесет нашим детям. Глядя на ажиотаж в магазинах цифровой фото-видеотехники и где продаются различные гаджеты, в основном это были родители, они покупали гаджеты для своих детей, это такой желанный подарок. Можно, в принципе, смело сказать, что, наверное, ну, треть детей получала эти гаджеты в подарок. То есть, получается, мы, родители, сами приобретаем и даем в руки своему ребенку бомбу замедленного действия. — Хотя, с другой стороны, нам же нужен, чтобы он с нами на связи был. Ну, тут как-то, ну, как выкрутиться там? — Ну, западные психологи предлагают способ выкрутиться, да. Они рассматривают такой вариант, что у ребенка должен быть самая простая модель телефона кнопочная. — То есть, чтобы звонить и все. — Да, да, да. СМС и звоночек. И дома большой компьютер с большим экраном. — Ну, чтобы не обидно было. — Чтобы ребенок в школе не играл, а учился. — Чтобы у ребенка не страдало зрение. — Дома большой экран, на котором позволяется... — Не выглядывается вот это. — Да, позволяется и заниматься, и поиграть определенное время. Ну, а телефон и планшет, считается, вызывают большую зависимость, чем компьютер. — Ну, он всегда с нами, всегда можно достать, так удобно. — То есть, взрослому ребенку, если он уже ходит в школу или в другое учебное заведение, лучше давать телефон, который может отправлять только СМС-сообщения, и звонки принимать и отправлять без доступа в интернет, а дома иметь компьютер. Вы сказали о времени. Вот это тоже очень важный момент. Сколько специалисты рекомендуют ребенку давать возможность быть в интернете, и заниматься вот этими всеми поисками, играми, просмотрами и так далее. — И как отличить, сколько он там занимается своими делами, и сколько, например, знаний черпать в школах. Что же нас ориентирует? — Конечно. — Доклад сделайте из интернета. — Конечно, мы связываемся... — И как учить первое, второе? — Как специалисты, как мама, я бы, наверное, вообще бы убрала интернет и оставила книги. Вот. А если говорить о реальности, то если ранее 4 часа в день это считалось нормой, то сейчас отодвигают 5-7 часов пребывания в компьютере, но это время делится и на обучающую часть, потому что школа выдвигает требования, и на игровую часть. Естественно, что игровая часть значительно меньше. Но вот здесь я нахожу у специалистов такое противоречие самим себе. Одновременно с этим дети, которые в том или ином возрасте пережили асфиксию, неважно какой, идеологии, то ли при родах, то ли впоследствии, то ли у них было кислородное внутриутробное голодание, в 7 часов, по-моему, до 7 часов пребывания за экраном компьютера может вызвать эпилептический припадок. — Ну 7 — это очень много, мне кажется. — Это очень много, да, это практически... — То есть школа, сон и компьютер, всё, больше ничего нет, получается, если так поделить. — Да, с одной стороны, специалисты говорят, что сейчас 5-7 часов норма, и с другой стороны, те же самые специалисты говорят, что 7 часов... — Что верхняя граница нормы вообще-то может привести к очень нехорошему. — Да, да, к эпилептическому припадку. Но это не будет в чистом виде эпилепсия, это будет имитация, но я думаю, от этого оно менее страшным не становится. — Никому легче не становится. — Да. Так что уважаемым родителям придётся делать вывод самостоятельно. На мой взгляд, 2-3 часа — это более чем достаточно пребывать в интернете. — Скажите, есть вот всё-таки такие родители, которые категорически против того, чтобы их дети в раннем школьном, дошкольном возрасте приобщались к вот этой новой современной культуре. Фатима Юрьевна, вот вам вопрос. Чем грозит детям выход в социум, да, уже во взрослую жизнь, если они не владеют вот этими всеми навыками, они были лишены вообще напрочь интернета, компьютера, гаджетов, и не знают, как с этим пользоваться? — Это тоже не совсем, наверное, правильно. Что может получиться в итоге? — Виртуз, правда, всё-таки. — Родители не переусердствуют? — Тут можем говорить о плюсах и минусах и того и другого. Например, очень тяжело объяснять ребёнку, почему у него нет всего того, что есть у него одноклассника или друга, что он может приходить. — Или почему ему надо отдать и взять клубочный телефон. — Вообще зависимость эта усиливается, да, любопытство ребёнка растёт. Вот он в этом плане, родители, когда берут на себя ответственность, с одной стороны, это очень хорошо, а с другой стороны, ребёнок может и самостоятельно до этого дойти. Родители могут не проконтролировать данную ситуацию. Я, например, как родитель шестилетнего ребёнка, да, могу сказать однозначно, что в школу я ему телефон не дам, потому что в школе он должен учиться, да, связь держать можно и через учителя, да, вот если по необходимости. А дома, да, к сожалению, я этим грешу, я могу давать телефон, но на определённое количество времени. Но чаще всего мы говорим о том, что вот, например, в первом классе нас всех зарегистрировали на сайте УЧИ.ру, да, и мы там занимаемся. Там очень хорошие занятия, очень они познавательные, развивающие. Ему очень нравится, даже в этом плане я его ограничиваю, потому что настолько ему нравится математика, например, он может увлекаться очень сильно, и поэтому его надо ограничивать. То есть даже хорошим, правильным контентом может ребёнок увлечься настолько, что потеряет контроль вот реального времени. И когда он увлекается тем, что хочет посмотреть в Ютубе какие-нибудь мультфильмы или что-то, я его потихонечку отвлекаю на деятельность именно в УЧИ.ру, он немного позанимается, а потом уже вообще потихонечку отодвигаю вот этого. Ну, других вариантов я не вижу. Полностью изолировать. Я как мать тоже не могу, не то что как психолог, я как мать тоже не могу изолировать от этого. Ну, обсуждения жарким получается достаточно. Предлагаю прерваться на несколько минут. Давайте посмотрим сюжет, который подготовили корреспонденты нашего телеканала. Тема игромания, дети, интернет. После этого вернёмся к обсуждению и поговорим всё-таки о скрытых, очень серьёзных опасностях, которые скрываются в интернете для наших детей. Внимание на экран. Игромания. Страшное слово даже для взрослых. Что уж говорить о детях, зависимость которых от компьютерных игр растёт в нашем обществе буквально в геометрической прогрессии. Несмотря на все попытки родителей минимизировать использование электронных гаджетов, наши дети часами зависают в интернете. Психологи бьют тревогу. И утверждают, что проблема гораздо серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд. Если брать детскую зависимость, то почва какая-то всё время присутствует. Это или же всё-таки нарушение каких-то психического развития, или же невротические какие-то состояния. Также сюда можно отнести и какие-то постоянные, вот с детства длящиеся, такие стрессы семейные, какие-то конфликтные ситуации. И, в общем-то, на такую неблагоприятную почву падает то, что ребёнок уходит от действительности. Также в зоне риска некоммуникабельные дети с низкой самооценкой. Если не получается завязать дружеские отношения в реальности, то легче сделать это в виртуальном мире. По словам специалистов, зависимость формируется в течение нескольких лет. Если родители уже видят поведенческие нарушения у своего ребёнка, нужно немедленно бить тревогу. Главная терапия в этом случае – любовь и внимание родителей. На что надо родителям внимание обратить? Что ребёнок, если у него, например, во-первых, то, что его не видно вокруг, он всё время стал за компьютером или за гаджетом, телефоном, ноутбуком. И, в общем-то, если просить его отвлечься, он становится агрессивным, раздражительным, злым, может кричать и, в общем-то, требовать назад, вернуть ему его компьютер. Но не только дети и подростки становятся пленниками компьютерных игр. Взрослые страдают игроманией в не меньшей степени. Одной из мер по уменьшению количества игротек в Черкесске стал недавний рейд по игровым заведениям в республиканской столице, в ходе которого было выявлено и изъято оборудование для незаконного игорного бизнеса. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в сфере декриминализации игорного бизнеса выявлены факты организации и осуществления незаконной игорной деятельности и азартных игр с использованием сети интернет. Сотрудниками МВД обнаружено и изъято большое количество игрового оборудования. По данному факту возбуждено 6 уголовных дел. Идёт расследование. Словом, не все игры, в которые играют люди, одинаково полезны, а с некоторыми и до беды недалеко. Дети и интернет, взрослые, киберпространство. Вот такие темы мы сегодня обсуждаем. Ну и у нас в гостях специалисты Республиканского центра «Надежда», люди, которые непосредственно работают с детьми и родителями ежедневно. Вот про игроманию был сюжет. Что касается игромании. В последние годы достаточно сильно ужесточилось российское законодательство, в том числе относительно игорных заведений. Есть ли улучшения, вот если в общем посмотреть, лучше стала ситуация, или это всё ушло в подполье, как вы думаете? На подполье больше уходят. И если раньше приходили к одноруким бандитам, да, то сейчас благополучно можно делать это дома. Это да, в интернете. В интернете, да. К сожалению, даже скачивая просто какие-то видео, там можно регулярно встретить рекламу онлайн, казино. Да, да. Они агрессивно распространяются. И вот здесь родительский контроль включаться должен обязательно. У нас телефонный звонок, есть и вопросы от зрителя. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Игорь из Москвы, вот у меня такой вопрос. А не пора ли уже сейчас строить клиники для интернет-зависимых в Китае и Южной Корее, а не уже родителям с интернет-зависимостью детей бороться уже трудно? Спасибо за вопрос. Вот такое интересное мнение. У Китая, да, потому что первый погибший от интернет-зависимости ребенок именно в Китае был зарегистрирован 5-6 назад. У китайцев я видел, у них там прям военизированные лагеря. Там, ну, китайцы они отличаются подходом. Жесткая дисциплина, да. У них во всем дисциплина, чего не хватает нам, кстати, самим взрослым. Пора ли клиники эти строить, вот как вопрос прозвучал. У нас количество детей подходит к тому, их качество, что пора уже как-то отдавать специально обученным медикам, психологам, чтобы они занимались как-то вот с ними. Ну, хорошо, с ними отзанимаются. Но у нас же народ творческий, и они же вернутся в ту же среду, откуда их забрали. И смысл тогда. То есть дело в нас? Дело во взрослых. Давайте посмотрим на классическую семью утром. Мама, папа, двое детей. Где у нас мама и папа? С утра просматривают телефон. Правильно. Они просматривают сообщения. Что пришло на почту, в WhatsApp? Да, да, да. Вот так как утро проводят. Да, да, да. Видите, как у нас проводят утро мамочки. У меня классическая семья. Я в какой-то момент просто горжусь, что я как-то в Инстаграм не захожу. И что видят дети? Да? Ведь дети же наблюдают родителей, которые заняты там. И они копируют, естественно. То есть если мама с папой, ну значит так надо? Законный критинга никто не отменял, да, в нашем развитии. Мы копируем своих родителей, мы копируем свое окружение. Как правило, это окружение более авторитетное, конечно. То есть а вечером, после работы, после детского сада и школы история повторяется. Родители либо на телефоне беседуют со знакомыми родственниками, либо в сетях что-то смотрят, просматривают. Либо телевизор опять же, да. То есть тоже та же сама угроза. А ребенок все равно опять же предоставлен сам себе. Вот это ощущение одиночества, которым сейчас очень много говорят психологи. И которые интернетом лечатся на раз. Ваши коллеги очень много говорят, что современные дети глубоко одиноки. Я хочу, чтобы мы вот об этом тоже поговорили. Это действительно так. Дети одинокие внутри себя. Даже внутри семьи, внутри социума. Вроде бы, казалось бы, внешнее благополучие, семья, родители. А дети там внутри получаются одинокие. Кого они копируют? Они копируют одиноких родителей. У нас ведь современное общество, и это, наверное, последнее. Ну, вот, наверное, с середины 80-х это продолжается. Одиночество. Ставка идет на IQ, на развитие IQ интеллекта. И мы забываем про другие составляющие нашего интеллекта, нашего развития. Это эмоциональный интеллект и социальный интеллект. Которые как раз-таки и позволяют себя проявлять как личность, воспринимать другого как личность. Уметь общаться, уметь выражать свои эмоции, уметь воспринимать чужие эмоции. Мы о чем говорим много. И как ответ нуждаться. Да. Мы нуждаемся, но мы не понимаем, что это. Человек не осознает свою эмоцию. Когда человек обращается на консультацию, ты начинаешь с того, что вы сейчас чувствуете. Человек говорит, а что я чувствую? Человек подает в ступор и не может ответить на вопрос. Да, что за дурацкий вопрос. Не понимает. Да, а ты видишь, что человек весь на взводе, он не может расслабиться, челюсти сжаты. А он не чувствует, что он в состоянии, в эмоциях раздражения. Он себя не читает? Нет. А как он считает с меня? Девушки могут детей. Да, и что он может дать детям. Поэтому одинокие родители воспитывают одиноких людей. И мы проводили небольшую социальную акцию, где очень четко показали, что IQ детей дошкалят, вот которые подготовительная группа, очень высокая IQ, но IQ, эмоциональный интеллект, он ниже среднего выходит. И когда ты беседуешь с родителем, ты смотришь на маму или на папу, и ты даешь ему обратную связь по полученным результатам, и ты понимаешь, что он тебя не понимает, потому что это его же показатели. Да. Все же нормально. То есть получается, и родители тоже своим примером раз, а второе, вот этим ранним обучением, то есть мы стараемся заранее подготовить ребенка ко взрослой жизни, сделать его умным, образованным, чтобы он впоследствии хорошо зарабатывал. Я хочу, чтобы вот этот момент тоже прозвучал, то есть финансовая составляющая, то есть мы сейчас живем только для того, чтобы и стараемся развиваться в том направлении, чтобы больше заработать, а для этого нужно больше информации и так далее. А эмоциональная сторона остается незатанной. Да, но люди и не знают, и забывают, что IQ сам по себе это голая, именно поэтому мы и говорим всегда и смеемся в пословицах, поговорках, что отличники у нас ходят пешком, приходят на выпускной вечер. Троечники на Бентли. Да, так вот, троечники это и есть как раз таки те самые эмоциональные люди, которые не принимали какие-то нормы, какие-то требования надо. У отличника что было? Надо заслужить похвалу. Пять. А троечнику все равно, он занимается тем, чем он хочет, и он, это что он хочет, доводит до совершенства. Сам. И особо не напрягаясь при этом, хочется отметить. Оценку. Ему, в принципе, ваша похвала приятна, но она не является для него основным функционалом. Для него основной функционал, собственно, удовлетворение и радость от того, что он делает. То есть формирование целей и их достижения совершенно разное. Да. Как воспитать гармоничную личность в своей семье, со своим ребенком? Как не перестараться все-таки, вот рекомендация от специалиста. Начинать с себя и посмотреть. Четверушников ответить. Да. Будем заискать золотые середины. Порвать красные дипломы, выкинуть их в окно. Не надо утрировать, у меня тоже красные дипломы, с одной четверкой не надо. А, все-таки четверка есть, все нормально. Да, жарлисткий сик подвел, не готовилась. У меня сложнее. Это вас оправдывает. Все хорошо. Четверка. Что делать, как поменяться, уже будучи взрослым? Взрослым это меняться сложнее. Осознавать, что ты делаешь настоящие моменты, для чего ты сейчас взял телефон. Для того, чтобы воспользоваться им как функционалом, для какой-то деятельности, связанной с работой, или для того, чтобы забить время за кружкой чая, вместо того, чтобы посмотреть на своего ребенка и сказать, боже, как ты вырос. То есть остановиться и подумать? Да. Осознанность и проживание в настоящем моменте. У нас об этом любят Гештальт говорить, что проживание здесь и сейчас, проживание в настоящем моменте. Закрыть еще какие-то форты. И ладно. Так вот, это проживание в настоящем моменте, осознанность его до конца. А что я сейчас делаю? Я уже не говорю, что я сейчас чувствую. Мы берем кружку кофе и забываем, взяли мы ее или нет. Мы действия свои не осознаем. Бывает, даже перекусили и не поняли, поели мы или не поели. Ты поел, а потом думаешь, боже, я ел, не ел. Да, что я ел? То есть, погоди, вы к чему ведете? Наша жизнь неосознанна в большую часть суток? Да, я говорю об неосознанности. Осознанный человек, он 10 раз подумает, стоит ли залазить сейчас в интернет, чтобы туда зависнуть часа на 4. Ну да, оценка ресурсов, зачем? Это уже все равно механически повторяющиеся действия. А как это включается или выключается? Мы привыкаем, привыкаем. Вот мы сейчас говорим, да, привычка. У нас параллельные дискуссии. И если есть привычка не осознавать, то также можно выработать... А как ее, с чего начать тогда? Как закрыть этот гештальт? Взять отпуск и уехать в деревню, где нет интернета. Да, ну, к сожалению, не всегда это получается. Многие из нас сбегут на второй день оттуда. Возможно, да. У нас сейчас телефон, там везде есть интернет. Это продолжение руки. За полярный круг на новую землю ехать, чтобы не было интернета. Ну, никто же не говорит не пользоваться телефоном. Мы говорим о том, для чего я сейчас его взял. Надо установить... Если я его взял для того, чтобы... Порядок, правило какой. ...по работе, то позвольте, у вас сейчас время завтрака. Время завтрака – это общение с близкими. Да и медики скажут, что как-то с завтракой уткнуться куда-то там в газету – это для живого утка нехорошо. Нам же в детстве не разрешали даже читать, когда мы кушаем. То же самое. Даже чисто по медицински показать. Еще одна установка детства, когда я ем, я глух и нем. Ну, вы знаете, вот как раз-таки культура общения за столом должна быть. Не заткнуться и сидеть, а именно уметь общаться грамотно, говорить о приятных темах, а не говорить о войнах, катаклизмах. У меня родители всегда за ужином рассказывают друг другу, как прошел день. У меня это сейчас с трудом получается, ей-богу. Вот мы разные. А это традиция, стоит вернуть это обычай, мы привыкли. Как прошел день. Чтобы каждый, и ребенок в том числе, имел возможность высказаться, рассказать о своих эмоциях, впечатлениях. Это уже не совсем ужин, это что-то большее. Это семейный, настоящий семейный ужин с пользой. Это обмен эмоциями, это обмен впечатлениями, это умение распознавать свои эмоции в других эмоциях и воспринимать это все. Казалось бы, все так просто, но… Да, да, да. Работа над собой, это, на словах, все просто. А взять и сделать? А не просто потому, что еще мы и не ужинаем все вместе, не садимся. Кто когда пришел, да. Много ли семей, да, могут похвастаться тем, что они могут сесть все вместе и поужинать. Я уже не говорю о завтраке или обеде. Это говорит вообще о том, что мы теряем связь друг с другом, к сожалению. Особенно с нашими детьми. А на самом деле это очень просто, дождаться всех членов семьи, сесть вместе, поужинать и поговорить. Когда товарищ Чехов писал про человека в футляре, это вроде как исключение из правил. А теперь уже правило, мы как-то закрылись. И хорошо. Да. Тепло, уютно, все нормально. Чего вы ко мне лезете? Тепло, уютно. Какой ужин? Да, идите, у меня телефон есть. Да. Но, тем не менее, различные способы самовыражения наших детей есть, существуют. Все мы знаем о таких вещах, как хайп, буллинг и так далее, и так далее. Об этом мы тоже поговорим. У нас есть интересный сюжет, показательный. В нашей республике произошел, ну, это не значит, что только в нашем регионе такое бывает. Такое бывает везде повсеместно, но и в различных формах. У нас еще более-менее ничего. Да, давайте посмотрим и вернемся к обсуждению, как наши дети выражают себя в интернете, и всегда ли они делают это правильно и корректно. Внимание на экран. Все! На этих кадрах видно, как девушка-подросток качает пресс посреди проезжей части на проспекте Ленина. За несколько часов видео облетело все социальные сети, особенно популярность завоевав Инстаграм. Несколько тысяч просмотров, несколько сотен комментариев. Сама девушка подписала видео так. Пожалуйста, не принимайте все всерьез, это спор, не более. 26 раз пресса, потому что это любимое число. Мы попытались связаться с ней по телефону, но все попытки оказались тщетны. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны киской сети. Такие поступки среди подростков, как у нас в республике, так и по России, не редкость. С чем это связано? Может, нынешняя молодежь стала жертвой лайков в интернете? С этим вопросом мы обратились к психологу. Подросткам хочется выделиться всегда из толпы, хочется выделиться из массы, стать знаменитым. Это процесс становления индивидуальности, как бы это нормально. Но вот путями, которыми это достигается не всегда, они у каждого правильные. Ну, как бы каждому хочется встать утром и быть знаменитым. А каким с плюсом или с минусом эта популярность не всегда волнует? То есть, вот главное, ты прозвучал и о тебе все узнали. Быстрая слава – одна из главных причин необычных поступков среди подростков. А что об этом думает общественность? Это неправильно, это все показуха. Если они так хотят себя показать, лучше показали с лучшей стороны. Лучше показать свои умственные способности. Это их тело, что хотят, пусть то и делают. Осуждать никого не будем. Я считаю, это, конечно, дурь, которую надо выбивать. А выбивать должны родители. Ну, глупости просто. Ну, это не было ради лайков и просмотров, насколько я знаю. Это был простой спор. И в этом нет ничего негативного. Я считаю это. Это лично мое мнение. Вот если эти поступки действительно грозят для самого подростка, но его здоровью, тогда, конечно же, отрицательно. А если нет вреда здоровью ни самому подростку, ни окружающим, то почему бы и нет? Потому что какая-то их энергия в этом плане будет выплескиваться. Может, они успокоятся, что-то худшее они сделают. Мнения разделились. А что касается героини ролика, то она привлечена к административной ответственности. В отношении ее сотрудники госавтоинспекции составили административные протоколы по двум статьям. Создание помех участникам дорожного движения и переход проезжей части в неположенном месте. В ходе профилактической беседы нарушительница призналась, что на необдуманный поступок ее толкнул спор со знакомыми. С данной девушкой в присутствии ее отца проведена разъяснительная беседа, профилактическая беседа о недопущении указанных правонарушений, о соблюдении правил дорожного движения. С ней проведена большая работа и составлены административные материалы в отношении этой девушки. Инспекторы ГИБДД обращаются к владельцам интернет-аккаунтов с просьбой не тиражировать материалы, которые могут спровоцировать на опасные поступки других пользователей, особенно несовершеннолетних. Ведь любое нарушение правил дорожного движения может привести к тяжелым увечиям и даже к гибели. А родителям необходимо быть примером для своих детей и контролировать подростков и их круг общения, в том числе в социальных сетях. Один такой показательный случай разобрали наши корреспонденты. Вот что интересно, мы вот сейчас за эфиром сидели с психологами и обсуждали. Представители старшего поколения осуждают, а молодежь вроде бы как говорит, ну что, ну что-то, что-то такого-то, собственно говоря. Как можете прокомментировать, для чего наши дети, подростки, да и взрослые порой совершают вот такие отчаянные поступки, которые, ну вроде бы казалось бы в здравом уме и в трезвой памяти не совершишь. Почему так происходит? Для чего они это делают? Опять же, пресловутые эмоции, с целью получить внимание, с целью получить эмоции. И здесь уже неважно, идет одобрение или идет порицание, но ты у всех на слуху. Быстрая слава. Поряд, да, это слава. То есть у наших детей голод на это? Голод. Коля, они бросаются. Голод на достижения. А давайте вот все-таки посмотрим на нашу жизнь, вся наша жизнь это определенные достижения. И если родители тебе не выстроили возможность схемы достижения успеха, это и спорт, это какие-то твои таланты, это музыка, это вокал, это рисование, это гимнастика, это может быть все, что угодно. Даже школа, в конце концов. Даже школа, да. То есть твои таланты не выявлены, не подтверждены и не выстроена схема достижения успеха. Ребенок будет... Жажда лидерства где угодно. Да, да. Давайте в этом. Ребенок будет искать где угодно и как угодно. А культуру диктует интернет. Если не диктуют взрослые в жизни, то диктует интернет. И тот, кому там угодно. Да. Это намного проще выйти на Ленина, лечь под машины, чем пойти год, два, три, четыре, пять. Заниматься в спортивной секции. Заниматься с криткой той же. Это ад, да, если честно. Выиграть конкурсы, соревнования. Да, и получить тоже удовольствие. Ну и получается, что вот дети, у которых нет возможности проявить себя где-то, поступают вот таким образом. Вот сейчас хочу вернуться еще вот к какому моменту. Комменту смертельные селфи, очень популярные в один период времени явления. Экстремальные селфи, которые приводят смерть. Экстремальные селфи. Чем экстремальные, тем якобы веселее и интереснее. То есть дети взбираются на огромные здания, на сооружения, на движущиеся поезда и делают фотографии, которые вот такие, эх, ради лайков, ради репостов, ради одобрения и подписчиков, скажем так. А многие ради как раз критики. А, все будут кричать, что мы. Вот пусть кричат. Но зачастую вот здесь вот как раз таки и появляется риск для жизни. То есть нет контроля и дети не понимают грань между безопасностью и опасностью. Что делать и как вот здесь уберечь еще своих детей? Как вот с ними разговаривать? Мы о том же самом сейчас говорили. В принципе, то, что делала девушка в вашем видеоролике, то же самое практически. Это привлечение внимания. Это то, что посмотрите, какой я крутой, я смог это сделать. То же самое делала и эта девушка. Риск был не меньше. В принципе, ее тоже могли. Да, могло случиться все, что угодно. Она же лежит горизонтально, ниже бампера, кто могли не увидеть. Ну, знаете, вот еще достижение успеха, там и привлечь внимание, это все понятно. Давайте не будем забывать, что основные почитатели селфи, да, такого рискованного, это подростки. Подростки – это перестройка, это гормональные сбои, срывы, это идет противопоставление себя. И мы должны учитывать физиологические особенности. И если быть честным и откровенным, вспомним себя 12-15 лет в этот интервал 16. Были бы у нас телефоны. Мы делали то же самое. Но мы это не снимали. Мы проверяли границу между жизнью и смертью. Как говорил Фрейд, борьба, да, между Танатасом и Эросом идет. И каждый кризис, в принципе, сопровождается этой борьбой. И в этот период подростковый – это наиболее, на мой взгляд, яркая борьба, когда ты проверяешь свое тело, свое я на способность жить или умереть. И страх смерти снижен до предела, потому что зашкаливают эндерфины. Там все глубже. Да, там все намного глубже. То есть здесь не только психология, но и физиология сделать что-то очень сложно. Сами родители должны понимать, что в этот период дети – они неуправляемые, они невыносимые, они ужасные, с ними невозможно общаться и говорить. Они воняют, я вам скажу, физически воняют. Они невыносимые. Но именно в этот период они нуждаются. Это нормально, естественно. Гормоны вызывают запах. Время такое. Адреналин пахнет, если кто не знает. Да, он очень пахнет. Лошади и собаки его чуют за десятки метров. Поэтому их необходимо любить. Говорю банальные вещи. Не надо изощряться. Любить, целовать, обнимать. Даже когда он орет, мам, не подходи ко мне, не беси меня. И вот это сидит чудовище, в прыщах, вонючее. И кричит с жирным голосом. Но тем не менее, его именно в этот период надо целовать, обнимать и любить. То есть одно единственное лекарство – это любовь. Других советов нет. Да, это все. Конечно, это внимание. Я сейчас говорю о внимании и о проявлении теплых эмоций. Какую бы злобу у тебя твой ребенок не вызывал в этот момент. Не выключать его из сферы. Да, вы правы. Но есть вариант еще как-то сублимировать тот же самый риск. Ну, насколько это возможно. Спортивные сети. В спортивные соревнования. Почему бы нет? Сейчас достаточно много различных направлений подготовки. То есть, если не спорт, то искусство. Если не искусство, то интеллектуальное развитие. Состязание. Пойди и докажи. Можно найти. Главное – родителю приложить усилия. И не получается на танцах, поведи на борьбу. Не получилось на борьбе. Поведи художественную школу, музыкальную, на техническое творчество. Ищите. Ищите применение своему репуту. Не навязывать, искать то, что действительно нравится. Духовная составляющая тоже немаловажна. Мы вот много говорим сейчас про физическое. Но сейчас почему-то идет такое развитие общества. Я наблюдаю, когда выходит на первый план духовное развитие. И здесь очень много волонтерских движений. Куда ребенка можно включить. А это опять же группа, единомышленные. Общение. То есть, в принципе, если нет музыкального слуха, танцевальных способностей, художественных и так далее, можно хотя бы волонтерам ребенка пристроить. И гарантированная положительная оценка общества. Да, да. Я не за оценки, если честно. Я их не люблю. Но лучше оценка положительная, чем отсутствие внимания или что-либо другое. И вот говоря сейчас об агрессии, о тревоге или что-то, наиболее агрессивные, тревожные дети, вот тут опыт моей работы, если их направить на помощь, они становятся самыми нежными, добрыми, ласковыми, готовыми на самопожертвование. Да. То есть дело не в знаке, дело в потенциале, который они вправо или влево направляют. То есть получается, чем более агрессивен ребенок, тем больше энергии созидательной в нем, но пока он не знает, как ею созидать, и он превращает ее в негатив. Да, хаос разрушает. Необходим вектор, все-таки направление. Нельзя отпускать на самотек. Раньше вектором очень хорошо занималась школа, но со школы сняли. Ну, идеологический момент у нас был. Пионерские организации. Да, можно хаить их сколько угодно, но вектора не задавали. Но он был цельный, насквозь все вертикально пронизано. Хотя вот про буллинга, наверное, уже там начинался, когда тебя исключали из пионеров, из комсомолы, из партии, и когда тебя выставляли перед теми. Но это была сильная мотивация. А мы тебе сейчас... Нет, давайте не будем. Давайте как-то... Я здесь... Вот про отношения внутри детского или подросткового коллектива тоже хочется поговорить. Мы больше сегодня все-таки говорим о том, как нам, взрослым, мы учим взрослых, как общаться со своими детьми. А что касается взаимоотношений внутри детского коллектива, здесь тоже во все времена и всегда были противостояния, противоречия. Но сейчас они действительно вытекают в такие вот агрессивные формы поведения. Или потому что мы телефоны им дали. Это и физическое насилие, и опять же это все уходит в социальные сети. И бьют, и унижают, и оскорбляют, и все что угодно может быть. Как здесь быть взрослым, который наблюдает, что что-то происходит внутри детского коллектива? Куда бежать? Ну, никто из нас не хотел бы, чтобы любой из наших детей участвовал бы в этом на любой стороне. Да, не на каком. Что-то, что-то, это отвратительно. Что делать нам взрослым, если все-таки назревает какая-то ситуация? То, что касается буллинга и кибербуллинга, да, это сейчас неотъемлемая часть. И так, и так бывает иногда. Это травли. Кибербуллинг переходит в буллинг, или буллинг переходит в кибербуллинг. Достаточно, да, травля, когда ребенка идет. Это может являться причиной, может явиться все что угодно. Это может быть хобби ребенка, это может быть какие-то личностные особенности, это может быть увлечение ребенка, да, там, если он какая-то неформальная, да, личность, может подвергаться травле, да, если в большинстве. А может и финансовая благополучие семья. Финансовая, да, малобеспечная семья, неблагополучная семья. Если у него нет, в принципе, защиты, ребенок может подвергаться этой травле. И самое интересное то, что дети идут большинство, за большинством, да, вот кто-то есть, лидирующий, да, который начинает эту травлю, а остальные подхватывают это. То есть легче кого-то, вот кого определили слабым, над ним издеваться. Да, к сожалению, в первую очередь школа замечает, если это буллинг, если это происходит в школе, да, вот, а если это кибербуллинг, тут еще тоже. Это в интернете, если это в сообщениях, в социальных сетях. Вы это можете наблюдать где угодно, даже взрослые люди. Вы выставили какую-нибудь фотографию или какой-то пост, да, и найдется обязательно какой-нибудь человек, который раскритикует, да, найдутся единомышленники к нему тут же, которые еще добавят, еще добавят. Самое главное в этом случае не идти у них на поводу, не отвечать, не оправдываться, не пытаться. Не кормить тролля, да, совершенно правы, не кормить ни в коем случае тролля. И по статистике, вот, из 42 стран вообще в мире кибербуллинг в России занимает в подростковом возрасте с 11 до 14 лет первое место, получается. То есть это официальная статистика по 42 странам в нашей стране, это наиболее развитая? Наиболее развитая, да, получается. Почему? Где у нас слабина? Может быть, потому что вы немного отстали в развитии именно с интернетом связанным, что именно это поколение больше, да. То есть это еще и детская болезнь, перебивая. Да, да, да. Не выработали механизмы психологической защиты в обществе. Вполне возможно, что это из... И то, что родители не совсем осведомлены о том, что это может случиться с их ребенком. Например, это заметить не так уж сложно, если быть очень внимательным. Например, ребенок перестает общаться, ходит в школу впритык к урокам, да, возвращается ровно, как закончились уроки, да. Он может не приводить друзей домой, да, там, сидеть постоянно дома. Это уже сигнал к тому, что что-то происходит в жизни ребенка. Что-то поменялось. На это стоит, да, обратить внимание. Поговорить с классным руководителем, выяснить, в чем дело. Все становится явным, если заинтересоваться этим. Раньше нас всегда учили, что читать чужую переписку – это неприлично, нехорошо. Можно ли родителю вторгнуться вот в эту часть, правильно ли это будет, вторгаться вот в эту часть личной жизни ребенка, проверять телефон, его социальные сети? Может, вроде как, для детей отмечаем? Или нет? Вы знаете, это вопрос очень такой скользкий, очень опасный. С одной стороны, вы можете потерять доверие ребенка, а с другой стороны, вы можете поставить его в известность и сказать, что это во благо для него. И с его разрешения посмотреть. Но если случай выходит за рамки, и вы уже понимаете, что вашим ребенку что-то грозит, и вы понимаете, что происходит что-то, что граничит с тем, что может случиться катастрофа, я не знаю, я не могу сказать, что все средства будут оправданы, если это спасет жизнь ребенку. Поэтому я тут не могу сказать категорическое нет. Завершается наш эфир, буквально одна минута. Я хочу напомнить вот еще о чем. Никогда не стесняйтесь, в случае, если вы не знаете, как правильно поступить, как выйти из той или иной ситуации, обращаться за помощью к специалистам. Такие специалисты в нашей республике есть. Все мы уже знаем и должны уже понять, что ходить психологом это не стыдно, это правильно, нужно, замечательно, и нужно это делать. Номер телефона, детского телефона доверия, то есть телефон и для детей, и для взрослых, и для педагогов. Можно получить круглосуточно консультацию и поддержку 8 800 2122. Центр надежды, также огромное количество специалистов в нем работает. Приходите, получайте помощь, информацию. Ну и надо всегда помнить, что виртуальность это виртуальность, а реальность это реальность. И мы взрослые здесь в ответе не только за себя и за свое поведение, но и за своих детей. Конечное решение в той или иной ситуации, контролировать или нет, как вести себя и как обезопасить ребенка, вся ответственность все-таки на нас. Это вот то, что касается психологической стороны вопроса, то, что касается технической безопасности. Та же лаборатория Касперского сейчас в сети распространяет совершенно бесплатно свою книгу, которая так и называется, «Безопасность в сети для родителей» в картинках. Прочитайте, вы поймете на самом деле, как можно контролировать тот же родительский контроль в интернете существовать и так далее и тому подобное. Хуже не будет, очень информативная вещь, к тому же бесплатно. Всего вам доброго, уважаемые телезрители, увидимся на следующей неделе в это же время. Программа КЧР Онлайн выйдет в эфир. Ждите, с нами будет интересно. Но не переключайтесь, дальше на нашем канале тоже много любопытного. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин